Итак, 14 марта в Николаевском посту, основанном адмиралом Невельским в 1850 году в устье реки Амура, ныне это город Николаевск на Амуре, был дан старт экспедиции по следам адмирала Невельского «Залив счастья». Экстремал из приморья Максим Харченко в одиночку прошел пешком около 200 километров по льду Амурского лимана. 12 дней он был в пути. О своем исследовании он рассказал в прямом эфире радио ВИБИСИ. И вот задача на эту экспедицию было в зимних условиях посмотреть, как, с какими трудностями сталкивались адмирал Невельской и его команда на этой Петровской косе. Зимнее путешествие действительно выдалось нелегким. Спортсмен-исследователь испытал все трудности выживания среди морозов, ветров и оторванности от цивилизации на пустынном берегу залива «Счастья». Ночевал в палатке. Исключением стал девятый день пути, когда Максима настигла пурга. Обессиленного мужчину приютили на рыбацкой базе. Я вот ввалился к ним в избок. И вы знаете, те самые моменты в жизни, как в кино часто показывают, когда все понятно без слов, когда не нужно интересоваться, можно ли у вас остановиться, ничего. Ты просто вот вваливаешься вместе с пургой и прям на руки падаешь. И тебе помогает. Уже ничего не помнишь дальше, как тебе помогли раздеться, как тебя за стол уже посадили, как там рыбацкий домик. Сторожей ходил ходуном из-за начавшейся пурги. Изначально путешественник предполагал пройти весь маршрут с помощью сноу-кайта – специального воздушного змея, который буксирует человека на лыжах. Но из-за сильного ветра использование кайта было опасно, поэтому к своей цели спортсмен дошел. Друзья, экспедиция по седам Невельского достигла Петровского зимовья, военного поста на Петровской косе в заливе Счастья. Максим Харченко вот уже четвертый год следует путем выдающегося русского морского офицера Геннадия Ивановича Невельского, который значительно повлиял на присоединение большой территории Дальнего Востока к России. И на достигнутом спортсмен-исследователь не остановится. Он уже ставит перед собой новые цели и строит маршрут. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.